Добрый день, дамы и господа! 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 Дамы и господа! Добрый день, дамы и господа! Добрый день, дамы и господа! 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 И господа! Дамы и господа! Дамы и господа, и господа! Дамы и господа, Дамы и господа! Р 15 cambio на drizn'еме, Т ogl 2-еjр fittingb м és м з como Это давяне помнить, Это пятая федерация в мире по количеству стран. Тэкондо является видом спорта в Олимпиаде и занимает очень высокую позицию по популярности. И информацию о нашей федерации можете увидеть на слайде. Наш президент уже выступал с приветственным словом. Континентальные союзы существуют в пяти континентах. Наша федерация играет роль моста между пяти континентами. В 1973 году у нас было тогда семь стран, в членстве сейчас всего 212. А также соревнования, чемпионаты, которые организуются в нашей федерации Тэкондо, Гран-при, Пумсей. Всего 21 мировых соревнований, которые открываются нами. А также Тэкондо является соревнованием, которое включает в список спорта в различных играх, как Олимпиада, Универсиада. Различные мировые состязания включают в себя Тэкондо. И Тэкондо теперь не разделим с Олимпийскими играми, потому что он входит в список игр с 2005 года по 2013 год. Тэкондо мог стать исключением из Олимпийских игр, но мы преодолели этот кризис и до 2008 года Тэкондо будет в списке на Олимпийских играх. Слева мы видим таблицы, список, рейтинг международного Олимпийского комитета, какой вид спорта приносит больше прибыли. Данный список очень старый. Тэкондо находится в группе D, но если мы посмотрим справа, то в последнее время хорошее правительство или международная ассоциация, федерация, мы показываем свою признательность, справедливость. Поэтому мы высоко ценимся и находимся в группе A2. Поэтому можно сказать, что наша федерация является очень конкурентоспособной среди других ассоциаций, федераций, что является очень оптимистическим, хорошим явлением. А также история появления Тэкондо на Олимпийских играх. Мы начали с 1988 года участвовать на Олимпийских играх. И история получения медалей. Всего 51 стран мира получили медали по Тэкондо. Корея, Китай, за исключением этих двух стран, остальные страны получили по одному или двум медалям. Страны севера, это Россия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, уже получили медали на Олимпийских играх в Тэкондо. Как я сказал, у нас был кризис. Как мы смогли преодолеть его и получить, и добиться членства двухсот стран мира? Тэкондо является одним из видов Олимпийских игр, и он был включен в Олимпийские игры относительно недавно. Поэтому мы, стремясь к инновации, внедрили различные системы передовые в Тэкондо. И это позволило нам сохранить свой статус. И на Олимпийских играх в Токио, это статья, которую написал журналист в Бразильске, сказал, что Тэкондо предоставляет надежду многим странам, которые не имеют медали. Именно Тэкондо позволил им получить медаль. Именно первая медаль от этой страны была получена по Тэкондо, это Афганистан, Нигерия, Иордания. Именно в этих странах после футбола Тэкондо занимает самый популярный вид спорта. А также мы гордимся тем, что мы не сосредоточены только на спорте, а мы также обращаем внимание на ценность, которая может создаваться путем спорта. С 2016 года мы развиваем программу Тэкондо для беженцев. Мы получили признание международных организаций, поэтому можно сказать, что мы получаем большое признание по работе с беженцами. Мы обучаем беженцам Тэкондо. Если вы посмотрите на короткий видеоролик, то можете увидеть, как мы в Иордании, в лагерях беженцев, мы для детей научили Тэкондо, а также открыли соревнования. Тэкондо и беженцы участвовали в таких мероприятиях. Посмотрите на видео. Тэкондо и беженцев Тэкондо и беженцев На этом я прерву видео. Помимо этого в рамках нашей федерации мы проводим устойчивое обучение Тэкондо в Африке. И в других регионах, а также для молодежи, также для женщин уязвимых слоев мы проводим такие программы. Также проводились программы волонтеров по имя мира с Тэкондо. С распространением Тэкондо мы могли быть привлекательны тем, что, наверное, вы видели у наших демонстрантов. Наша демонстрационная команда была приглашена на различные мероприятия. И эта демонстрация настолько динамична и интересна, что она позволила получить большую популярность. В программе American Got Talent мы тоже вышли на финал и очень большой просмотр на YouTube наших демонстрантов. Мы два раза выступили в Пьенгьянге, а также в Ватикане впервые. Вы показали свою демонстрацию Тэкондо. Таким образом, мы смогли повысить имидж Тэкондо на мировой арене. Мы говорим всегда один мир, один Тэкондо. В имя Тэкондо мы все едины. Есть ITF в Северной Корее. Это другая организация, но мы начали с ними партнерство. И в Пьенгчангском Олимпиаде, Олимпийских играх тоже участвовали. И на уровне правительства для решения оценили, что именно Тэкондо помогает сохранить общение с КНДР. Что касается Пунсе, даже люди пожилого возраста, они тоже выходят на арену на состязаниях. Текущее состояние Тэкондо в северных странах. Вкратце расскажу, какие особенности Тэкондо в северных странах существуют. В основном это страны бывшего Советского Союза, и они присоединились к Всемирной Федерации Тэкондо после распада Советского Союза. До этого они занимались либо каратэ, или другими видами единоборства. Поэтому есть страны, которые имеют преимущество в Тэкондо, но мы надеемся, что они скоро переключатся на Тэкондо. Но исторически у нас история, 30-летняя история, можно сказать, что несмотря на такую большую историю, выросло большое количество стран, которые приняли Тэкондо в качестве предмета среднего образования и других образовательных систем. Могу ли я показать видео на полтора минуты? Это во время молодежного состязания в Узбекистане в 2018 году. Я покажу вам видео. Можно увидеть, насколько было популярно Тэкондо в Узбекистане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И, то есть, до промышленной революции Европу завоевали монголы, кочевники монголы, то есть, и на пути к Средиземноморью они также пошли в Индию по пути к Средиземноморью. И в этом процессе мусульманство они передали, и они создали небольшие династии. В XVI веке, начиная с Амарканда, Бабур, то есть потомок династии Тимур, тоже создал такую династию. И эта династия оккупировала Индию до XIX века. То есть, можно сказать, что если взять Китай, в XII-XIII веке монголы пришли в Китай и открыли династию Юань. Юань, извините. Тем самым они вели торговлю с Ближним Востоком. И это есть основа «Один пояс, один путь». И с XVI века и с XVII века в Манчурии этот этнос открыл династию Цинь. И если все это посмотреть с такой точки зрения, в последние тысячи лет, до промышленной революции, то есть до первой половины XIX века, кочевники с севера связывали весь мир, превращали весь мир и контролировали весь мир. То есть они играли такую важную роль, простыми словами. И после промышленной революции, и после того, как наступила морская эпоха, их эра ушла, но все-таки есть важность. А после распада СССР и снова в странах Центральной Азии, в Кавказских странах, есть такая возможность, появляются такие новые возможности, чтобы вернуться к прежней славе. Если они больше будут развиваться, то страны Центральной Азии и Турция, то есть туркоязычные страны, станут единым пространством. То есть есть такая тенденция, они хотят сотрудничать с Китаем. То есть Европа, туркоязычные страны, Китай, вот три главные актера на континенте Евразии. Вот так я так считаю. Как я уже рассказал в начале, корейский полуостров также входит в состав севера. То есть мы были едиными раньше. Почему? Потому что, как вам известно, на корейском полуострове со временем Манчурии, то есть монголы были у нас и поселились, и создали разные династии. А турки из Центральной Азии создали Шиллу. Говорят, что фамилия Ким берет свой корень от них. А также создали династию Курео. Вот, таким образом наш народ берет свой корень у севера, у северных народов. То есть мы неотделимая часть с севером. И я сказал, что у нас общие черты, это есть языки и кочевники, и стрелка. Корейский язык входит в состав Урала алтайских языкового семейства. Это правда. А также кочевники, и стрелка, это есть одна общая черта нашей культуры. И, как вам известно, Курео на картинах на сцене Сурёпто очень хорошо показано, что мы были кочевниками, которые стреляют из лука. Люди в Центральной Азии очень любят золото. Если мы пишем золото китайским иероглифом, то это означает фамилия Ким. И Ташкент, Кант, это означает дерево. И вот до этого в качестве префикса есть фамилия какого-то народа. И если Самарканд, то это есть деревня, не дерево, извините, деревня Самара, например. И Россия пошла на восток, и наступила эпоха морская. Вот таким образом эра кочевников и лука ушла из ценной истории. Но я думаю, что началась наша северная политика, и в это время мы должны приложить усилия для того, чтобы вернуться к прежней славе. Именно я думаю, что в этом процессе Тэквондо может играть свою роль, огромную роль. То есть, как вам всем известно, Тэквондо имеет большую узнаваемость, а также большие сети по всему миру, поскольку он и есть один из видов спорта на Олимпиаде. И это предоставляет площадку для единства, для солидарности у всех народов. Путем этого мы сможем вернуться к евразийской солидарности, мы сможем добиться евразийской солидарности. Вот на что мы сможем надеяться, я так считаю. До этого, конечно, Тэквондо должно еще больше распространяться, и мы должны организовать больше мероприятий, когда проходят государственные мероприятия. И как Милань и Шинбад, я думаю, что анимация или кино на тему Тэквондо должны создаваться для распространения Тэквондо. В Урало-Алтайских, в Урало-Алтайскоязычных странах, например, можно дублировать на турецкий язык, а субцентры на русском, тогда наши кино смогут охватывать весь континент, весь евразийский континент. Мулан и Шинбад, то есть они сразу ассоциируются с Ближним Востоком или Китаем, а Тэквондо должно ассоцироваться с Кореей. Сейчас у нас эпоха ICT, а Тэквондо сможет стать одним жанром из кей-попа, корейской по музыке. В сфере ICT, а также искусственного интеллекта мы сможем распространить или укрепить узнаваемость Тэквондо. В заключении самый лучший вариант это открытие состязания Тэквондо на каждой местности, потому что почти в каждой стране Евразии есть федерация Тэквондо, поэтому на этой основе можно открыть это состязание. И в этом процессе мы сможем добиться солидарности, что мы одни люди, северяне. Если все это возможно, то можно было бы создать некую федерацию, Евразийскую федерацию Тэквондо. Почему она нам нужна? Потому что, я думаю, что вам всем известно, в 1992 году вокруг Турции был создан саммит туркоязычных стран. В прошлом году этот саммит превратился в организацию ОТС, а вокруг Кореи у нас есть форум по сотрудничеству Республики Корея в стране Центральной Азии. Вот тут нет Турции, а в ОТС нас нет. Но, как я уже рассказал, мы же, конечно, мы есть естественные члены севера, но пока такая мысль не распространена, поэтому есть такой пробел. В 500 лет династии Чосон наши предки отвергали тот факт, что такой народ не может быть нашими предками. И из-за борьбы за силами, вот такие контакты и связи были прерваны также из-за холодной войны, вот поэтому наш корейский полуостров был прерван, оторван от севера. Вот именно такая мысль распространена, но это неправда. И такой форум по сотрудничеству или ОТС должны идти вместе. Можно было бы пригласить друг друга на свои мероприятия, или можно было бы поддержать открытие мероприятия своего партнера. И в этом процессе Теквандо может играть свою роль. И если пойдем подальше, то мы сможем привлечь Северную Корею в эту федерацию Теквандо, для того, чтобы добиться неких политических результатов. Если идем подальше, то в Канаде, в США, где очень много переселенцев с севера, то их можно привлечь к нам, в нашу федерацию. Или можно создать делегацию такую, и их можно пригласить на евразийские состязания Теквандо. Думаю, что Теквандо должно создать площадку для контактов и встреч, для укрепления солидарности и единства. Вот я думаю, что ими уже Теквандо играет такую роль. И мы должны, вот, все начинается с духа и единства, я так думаю. Спасибо, спасибо. Вот я думаю, что именно путем этого мы сможем добиться укрепления экономического и политического сотрудничества. Спасибо. Спасибо вам за слово. Я думаю, у посла Джона очень много, хотели очень много высказаться, поэтому мне, к сожалению, пришлось прервать вас. Расскажите только выводы, потому что это не научный семинар, поэтому здесь важны только выводы. Как сказал Пан Гимон, нужно рассказать, какие конкретные меры существуют. Поэтому, как бывший посол Чонг Тэйн показал, различные анимации, а также было проведено хороших примеров организации соревнований по Теквандо и так далее. А теперь я прошу директора компании Ли Унги высказать, какие только важные аспекты, поскольку материалы у нас есть. Какие у вас планы? Было бы хорошо, если вы нам расскажете. Здравствуйте. Меня зовут Ли Унгон. Генеральный директор не смог принять участие. У него появилась срочная командировка, и поэтому я пришел вместо него. Спасибо организатору за приглашение. У меня мало времени, тогда постараюсь рассказать быстро. Повсюду сейчас мы наблюдаем различные волны с Кейм, и я бы хотел, какую ценность мы создали. Мы наблюдаем корейские волны по всему миру, и получаем хорошие отзывы со всего мира. Несмотря на пандемию, у нас повышается спрос на мировом рынке, и открываются новые возможности для туризма и уэлбинга. Медицинский потенциал Кореи очень высок, продолжительный срок жизни, а также уровень удовлетворенности у нас очень высок. Это означает, что у нас хорошая медицинская технология, и в целом в сфере медицины у нас очень хорошие достижения. В частности, медтуризма, несмотря на дальности в расстоянии с другими странами, около 60 стран находятся за пределами 3-4 часа, Поэтому скоро будет эпоха вакцинации от рака, и мы считаем, что Корея является оптимальной страной для развития рынка вакцина от рака. Поэтому у нас благоприятные условия для этого подготовлены. У нас очень много новостей в мире по кей-байу. Индустрия биотехнологии очень потенциальна у нас. Настоящее будущее медтуризма в области косметологии, хирургии, у нас очень высокий уровень. И медицинский туризм имеет хорошую инфраструктуру в Корее. У нас подготовлены благоприятные условия, а также продукты, и тем самым набирают популярность в мире. У нас подготовлены хорошие инфраструктуры для иностранных гостей, пациентов. А также у нас есть в пакет туров медицинских, предоставляется также пациентам возможность увидеть корейские места достопримечательности. Начиная с 1991 года, это клиника Диет, она обслуживала многопрофильные направления, сейчас обслуживает с 2001 года эстетику, а также обслуживает в сфере стволовых клетчаток. Что касается стволовых клеток, наверное, плохо известно вам об этом. Если рассказать кратко, стволовые клетки, к 2020 году у человека начинают клетки стареть. И какая-то часть, если будет стареть быстро, то это будет называть заболеванием, то стволовые клетчатки позволяют процесс регенерации клеток. Именно этим мы занимаемся и следуем в области стволовых клетчаток. У меня вопрос к вам в области медицины. Какие взаимные сотрудничества могут быть с северными странами? Какие у вас планы по сотрудничеству? На сегодняшний день медицинский туризм, то мы развиваем для пациентов из этих стран. С странами Юго-Восточной Азии, мы уже 10 лет проводим такое сотрудничество. С Казахстана очень много пациентов приезжает к нам в медтуризм. Мы лечим их, потом мы нуждаемся в партнере в Казахстане, чтобы передавать и нашу технологию. Поэтому сначала мы привлекаем пациентов, лечим, потом мы заключаем партнерство с странами-партнерами. Потом мы заключаем различные контракты по передаче технологий, системы по обследованию здоровья. Да, мы проводили такие программы. Сейчас в основном мы оказываем услуги в области эстетики, а также в области регенерационной медицины, основываясь на стволовых клетках. Мы знакомим наших пациентов с другими клиниками, которые оказывают обследование здоровья. Можете рассказать более конкретные планы? Посмотрите на наши материалы. Здесь вы можете увидеть, какие работы мы продвигали в области медицины. Какие у нас потенциалы для развития медтуризма. У нас есть научно-исследовательский центр, один из больших в Азии. По фармакопии нужно иметь необходимые условия для проведения таких работ. И эти условия у нас есть. Спасибо вам за слово. Еще в завершение хочу сказать, что стволовые косметики на основе стволовых клеток были не очень известны людям. При культивировании этих клеток мы получаем культуры, и они имеют очень хорошие свойства. И мы используем его в косметике. Мы приготовили нашу косметику в качестве сувенера. Хочу сказать, что это для экспорта продукции. Поэтому упаковка не очень подходящая для вас. Но содержание косметики очень превосходное. Оно очень функциональное и высококачественное. Поэтому надеюсь, что косметика вам понравится. На этом мы выслушали все основные доклады докладчиков. Теперь остались пятеро дискурсантов, как я сказал. Расскажите, основываясь на планах будущих, на реальных планах. Не на сторонних планах, а лучше расскажите о взаимных планах сотрудничества, какие обмены вы планируете. Я зачитала речь поздравления. И вот, наверное, меня попросили быть дискуссантом, потому что я окончила факультет культурного контента. Если видеть Тэквондук как культурный контент, у меня есть четыре предложения. Когда я училась в школе, я смотрела анимационный фильм Тэквон Ви. И когда я вспоминаю Тэквон Ви, то я вспоминаю Тэквон Дуо. В последнее время веб-комикс является одним из больших направлений корейской контента. Навер и какао занимают огромную, огромнейшую долю на этом соответствующем рынке. И поэтому за них следует корейская культурная волна и разные виды. Есть веб-туны о Тэквондуо. Вот такие веб-туны должны быть побольше, потому что веб-туны – это есть культурный контент, OSMB. То есть это есть один источник, и это и становится таким туристическим продуктом. Поэтому такие веб-туны должны стать побольше для того, чтобы в дальнейшем развиваться в другие виды контента. И мы обменивались визитками вместе с госпожей Учинсок, с директором отдела спортивного наследия. А я рассказала как раз, это есть Тэквон Дуо. И она мне сказала, что да, это есть Тэквон Дуо. И Тэквон Дуо еще не вошло в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Вот почему? А я спросила, почему? А мне ответила госпожа О, потому что это из-за карате. По всему миру говорят, что корень Тэквон Дуо берется с карате. Поэтому я думаю, что нужно еще поактивнее исследовать корни Тэквон Дуо. И я вот, вот здесь тоже было сказано об искусственном интеллекте. Это все есть культурный контент. Я думаю, что это будет хороший ресурс для создания контента про Тэквон Дуо. Спасибо за внимание. Спасибо, профессор Канг, за высказывание. Далее предоставляю слово господину Канг Чин Соку, директор Центра обучения и тестирования иностранных языков Хангук. Спасибо за доклады, докладчикам. Меня это сильно вдохновило. Я хотел бы рассказать о корейской волне, которую принесла Тэквон Дуо. Поскольку наша тема – это культура и стратегия корейского полуострова и севера, я бы хотел рассказать о ценностях к Тэквон Дуо, которые он имеет. Тэквон Дуо имеет свою культуру своеобразную, а также является единоборством. Он создавал инновации в развитии, а также, сравнивая с другими единоборствами, как кунг-фу или карате. Я увидел, что именно в Тэквон Дуо можно увидеть такие качества, которые есть и в других единоборствах. Поэтому на сегодняшний день Тэквон Дуо, превосходя другие единоборства, имеет очень высокую ценность. И, как было сказано, он имеет гуманитарную ценность, показывает гуманитарную ценность. Поэтому Тэквон Дуо показывает большие значения мира. Он смог сделать модернизацию, а также стал примером вызова и надежды. Я думаю, что с Тэквон Дуо мы сможем больше продвигать халю. Своеобразие может быть реализовано путем стори-телинга. А модернизация, если мы будем следовать тренду и будем, если улучшать, то мы сможем добиться модернизации. А также стремление к вызову и надежды. В корейских сериалах мы можем увидеть, что имеет схожие тенденции. И если мы посмотрим с точки зрения северной политики, то стори-телинг в центральных азиатских странах, то оно позволит нам тесно провести диалоги. Мы должны подумать, как мы можем реализовать культурную цель Тэквон Дуо. Конкурентоспособность корейской волны сравнима с галлиотскими или другими культурами. Поэтому если мы будем передавать эффект халю в центральной Азии, то мы сможем развивать культурный контент в этих странах. И мы должны вносить вклад для этого. Я уложился в пять минут. Я на этом закончу свою речь. Как сказал профессор Каун, он сказал очень важную вещь о том, что особенность Тэквондо – нужно думать, как делиться с другими культурами, соединяясь с культурами других стран. Мы должны подумать над этим. Самая корейская своеобразность является очень традиционным и корейским. Если мы будем говорить, что это наше, то мы не сможем добиться глобализации. Это будет только корейским нашим. Поэтому нам нужно объединиться, общаться с другими культурами, чтобы его приветствовали в других странах. Также это наша задача. Спасибо за ваше высказывание. Далее, господин Бакченг, директор офиса Корейской туристической организации Чон Лапуто. Предоставляю вам слово. Так, из-за ограничения времени, хотя я много материалов приготовил, но я вкратце буду рассказывать. Спасибо за выступающие ключевые доклады. Я, в общем, с вами согласен. После того, как я отправился в Сеул, мне позвонил генеральный консул города Монтреола, и он меня спросил, как же активировать культурные отношения и людские отношения. Тогда я сказал, чтобы он учил такой метод, то есть он мог бы наставников по тэквондо собрать в городе, а потом отправить в команду для путешествия. Вот у меня такие предложения по этому направлению. Во-первых, как уже рассказал бывший генсек Пан Кимон, когда мы контактируемся с другой культурой, то инклюзивность – это самое главное. Это есть начало для понимания другой культуры. Например, самый лучший пример, я думаю, что именно в этом контексте – это тэквондо. Тэквондо не просто распространялось в качестве корейской культуры, но, как вам известно, уже как было сказано в презентациях, тэквондо было представлено в качестве боевого искусства, вида спорта или выступления. То есть тэквондо расширило свое присутствие по всему миру, вот все это позволило тэквондо развиваться, распространяться и создать свою стоимость или ценность. С этой точки зрения, когда мы контактируемся с культурой стран Центральной Азии, что мы должны иметь в виду? Характеристики этих стран есть общая черта, и там же есть селена база русской культуры. Поэтому, когда мы хотим связей или контактов с этими странами, то у нас капитализм или демократия распространены в нашем духе, и наша культура на этой основе была создана. Поэтому у нас должна быть перемена мышления. И в основном страны Центральной Азии имеют характеристики народа, кочевников. И что касается Монголии, то у монгол, они думают, что мы завоевали весь мир. То есть у них есть такая гордость. А когда корейцы посещают Монголию, корейцы только учитывают нынешний экономический уровень и унижают, грубо говоря, унижают монгольскую культуру. Поэтому отсюда возникают конфликты с местными жителями. И именно в этом контексте у нас должна быть перемена мышления, перемышление нам нужно. А когда мы контактируемся с другой культурой, самое главное – это четко определиться с категорией культуры. Когда мы говорим о культуре, мы только вспоминаем традиционную культуру. А вот когда мы говорим о глобализации корейской культуры, то не только традиционная культура, но и массовая культура, корейская поп-музыка или корейские сериалы, вот они должны стоять в авангарде при распространении нашей культуры. Когда я был на Ближнем Востоке, где-то 10 лет назад, при экспорте культуры, корейские сериалы или корейская поп-музыка стояли в авангарде. Но чем же отличались Корея и Япония? Япония их считали мягкими силами, поэтому... А Корея по этому направлению у нас не было официальной помощи. Япония, вот, без... То есть, ничего не беря, я имею в виду денежных средств, просто распространила свои мягкие силы. Поэтому я думаю, что у нас должна быть обеспечена такая система для поставки или распространения нашей культуры. А вот Япония распространяла свою культуру бесплатно, но отсюда были некие проблемы. А я думаю, что на основе нашей массовой культуры мы должны учесть культуру не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения взаимной инклюзивности, взаимного развития. Вот именно с такой ценностью мы должны начать распространять нашу культуру. А в заключении хочу еще предложить несколько предложений. Во-первых, в регионе севера очень много развивающихся стран. Поэтому это означает, что очень мало плацдармов. Один из примеров – это есть корейский культурный центр. Но в Китае, в России, только в Казахстане есть наши корейские культурные центры. То есть специализированных таких институтов для распространения нашей культуры почти нет, кроме в этих трех странах. Поэтому это, я думаю, что здесь недостаточно системы. И второе – это, думаю, что нужно продвигать проекты по ОПР в сфере культуры. Я лично, когда я был в Монголии, я начал вот проекты по ОПР в культуре. И такие проекты на уровне правительства реализуются, но их очень мало. И они в основном направлены на культурное партнерство или культурное обучение. Поэтому объем и масштабы таких проектов должны еще увеличиться. Вот на что я надеюсь. А также соответствующая поддержка должна укрепиться. А также создание сетей между иностранными студентами и работающими должны также укрепиться. А в последнем я хочу сказать, что мы должны активизировать людские обмены. Для посещения нашей страны, конечно, нужна, во-первых, виза. И я думаю, что здесь нужно снять некий барьер для получения виз. И когда я впервые представил медицинский туризм в Казахстане, самым большим барьером была проблема с визой. Поэтому с этой точки зрения мы должны разработать оптимальную политику. Спасибо. Спасибо, директор ПАК. Далее предоставляю слово господине Сон Йонг-хун, директор Института Центра азиатских исследований Университета Индияс-Хангук. Здравствуйте. Меня зовут Сон Йонг-хун из Университета иностранных языков Хангук. Моя специальность Центральная Азия, поэтому, услышав выступление наших докладчиков, я мог узнать состояние, статус обменов между странами Центральной Азии и мог понять, какие задачи перед нами стоят и какие потенциалы у нас существуют. Хотел бы поблагодарить докладчикам и дискурсантам, поскольку у нас очень мало времени, всего лишь пять минут, я хотел бы многое рассказать, но постараюсь вкратце изложить свою мысль. Постараюсь более конкретно рассказать меры для продвижения культурных сотрудничеств. Как замечали, между Кореей и Центральной Азией существуют различные сотрудничества, но таких заметных, были заметны количественные и качественные развития сотрудничества. Но, несмотря на это, многие замечали, что они были всего лишь односторонними или одноразовыми мероприятиями. Из-за пандемии были сокращены, либо прекращены обмены со странами Центральной Азии. И мы должны подумать над тем, как восстановить наше сотрудничество со странами Центральной Азии. Я не помню точно, но где-то в 2016 году для граждан Центральной Азии провели исследование о восприятии Кореи. В основном 70% и более граждане Центральной Азии знают Республику Корею и хотят знать больше о Корее, и хотели бы принять участие в различных мероприятиях, связанных с Республикой Корея. Все это показывает, что существует хорошая основа для налаживания культурных обменов со странами Центральной Азии. Поэтому хотел сказать четыре конкретные меры. Но я расскажу вам только о двух. Здесь присутствует и бывший посол Чжонг Тэйн, как он отметил. Я думаю, культурно самыми близкими странами являются страны Центральной Азии. Через культурный диалог мы можем интеллектуально, научно провести обмены. Путем обменов через Шелковый путь мы можем, на основе таких исторических и культурных примеров, мы должны находить и другие примеры, которые могут служить связующим звеном Кореи с Центральными Азиями. Тогда мы сможем укрепить основу сотрудничества со странами Центральной Азии. Это мое личное мнение. Далее хочу сказать, объект, организатор сотрудничества является человек. Поэтому нужно создать человеческую сеть, Human Network Кореи с Центральными Азиями. Количественные результаты нужно их улучшать, повышать. Мы приглашали госслужащих из стран Центральной Азии. Они посетили Корею, но мы не смогли использовать такие людские ресурсы, находящиеся в Центральной Азии. Поэтому, я думаю, можно создать такую сеть, организацию, как человеческая сеть, для тех граждан, которые побывали в Корее и получили образование, обучение в Корее, чтобы они могли играть роль в своей стране, чтобы вовлечь их в поиск различных мер по увеличению сотрудничества. И в завершение добавлю, как сказал господин Пак из туристической организации Чарлабукто. Как он отметил, я добавлю его словам. Для всеобъемлющего сотрудничества Кореи с странами Центральной Азии, для увеличения сотрудничества культуры, нужно создать платформу. Например, Корейский Центр. В Казахстане есть Дом культуры Кореи, но в этом культурном центре все сосредоточено на культурном обмене. Образование, медицина, тэквондо, все эти содержания должны быть также вовлечены, чтобы комплексно играть роль моста для передачи таких корейских культур. Оно служит плацтарном для расширения связей в области культуры. У вас есть еще время. Поскольку я также занимаюсь и историей, Корейская волна очень хорошо распространена в Центральной Азии, это вам хорошо известно. Корейская волна была перенадана через корейские сериалы и другие контенты. В самом деле, различные истории Кореи, как я сказал, различные истории, которые можно соединить, которые используют в качестве связующего звена Кореи со странами Центральной Азии. Я думаю, можно разработать новый контент, как кино или музыка, чтобы вместе со странами Центральной Азии можно было обмениваться. Я думаю, было бы хорошо разработать такой контент. Спасибо за внимание. Спасибо. Прошу прощения, что я уделяю вам так мало времени. Я предоставлю слово последнему дискурсанту. И после окончания его слов я предоставлю еще раз вам возможность дополнить ваши слова. Директор отдела спортивного наследия Министерства культуры Кореи присутствует здесь. Я сказал, что культурные обмены должны поддерживаться на уровне правительства, а также на частном уровне, а также на уровне различных организаций. Если у вас есть просьба о отношении нашего правительства, то вы скажите представителю Министерства культуры Кореи, чтобы было передано в правительство. И так, я предоставляю слово дискурсанту. Расскажите, как и... Прошу участникам подготовить свои предложения для правительства, чтобы госпожа ООО передала правительству. Предоставляю вам слово госпожа ООО Джинсук. Здравствуйте. Директор отдела спортивного наследия Министерства культуры. Спасибо за доклады и дискуссии. И сейчас правительство реализует... Я хочу остановиться на состоянии проектов для продвижения Тэквондо на уровне правительства. И вот потом я буду отвечать на ваши вопросы. Если экран не работает, то я буду просто говорить про Тэквондо. Про Тэквондо у нас есть закон. И по этому закону государственное боевое искусство Республики Корея это есть Тэквондо. То есть наш национальный флаг, наш гимн. И то есть Тэквондо стало таким важным элементом и визитной карточкой для нашей страны. Это по закону написано. А также, как представлена была Федерация Тэквондо, Тэквондо является одним из видов спорта на Олимпиаде. И Тэквондо тем самым играет огромную роль. И в связи с этим наше правительство оказывает большую поддержку. Каких результатов мы добились в сфере Тэквондо? На этот год, по состоянию на этот год, мы отправили команду тэквондистов в 5-6 стран мира. И мы оказываем поддержку для обучения курса Тэквондо. И более 40 тысяч человек получают такой курс, ходят на такие курсы. И мы также предоставляем соответствующие материалы для Тэквондо в 26 стран мира. И наша демонстрационная группа работает во многих странах мира. А также, эти группы, эти команды ездят по всему миру. И вообще-то в 15 городах, в 13 странах. Если подетальнее сказать, то в Узбекистане, на Украине, в Грузии мы отправили наши команды. А курс по Тэквондо проходит по два треку. То есть, в основном в дипломатической миссии мы получаем максимальное количество учеников. И в странах Центральной Азии заявок подают не очень много. И в Бразилии, и в Восточном Тиморе, в Португалии, в Батемале, Андорос, там есть официальный курс по Тэквондо. Но в странах Центральной Азии таких официальных курсов нет. А что касается отправки демонстрационных групп, то в Казахстан, в Кыргызстан на 30-летие с момента установления дипотношений мы планируем отправить наши команды, а также присоединиться с МИДом нашей страны. У нас есть состязания по Тэквондо на уровне послов, и в МИДе говорят, что эти состязания очень популярны. И в каждой миссии проходят состязания по Тэквондо, и они очень популярны, поэтому мы думаем, что это очень большой проект, и мы оказываем поддержку этому проекту. И как вы рассказали, сделать Тэквондо как контент, это очень важно, конечно, потому что есть и конкурс веб-тона про Тэквондо, но такие проекты нам сложно самим создать контент, но мы сейчас предоставляем бюджет, но небольшой, к сожалению. Поэтому раньше, в прежние 34 года, мы, если какой-то контент добился большого количества просмотров, то мы хотим в дальнейшем их, такие проекты поддержать. Для вашего понимания, наше министерство занимается Тэквондо, и есть фонд по развитию Тэквондо, это госорганизация, и здесь также реализуются разные проекты по поддержке. А вот национальное агентство по Тэквондо занимается демонстрацией, а также у нас есть Корейская Федерация Тэквондо, она занимается в основном сочинениями по Тэквондо или отбором национальных борцов. В заключение хочу рассказать, что в некоторых странах есть Ден Тэквондо. В Бельгии, в Калифорнии, в городе Лос-Анджелес, в Виргинии и в Мэриленде, в Бальтиморе есть Ден Тэквондо, что означает популярность Тэквондо, а также нас просят отправить в демонстрационные группы и реализовать разные проекты. Вот мы хотим максимально усердно отвечать на все эти запросы, и в частности сегодня в нашем форуме рассказали в основном о странах Центральной Азии, но, к сожалению, эти страны получают относительно небольшую поддержку с нашей стороны, поэтому, как уже было сказано генсекам Панкемона, то мы должны разработать детальные практические меры для поддержки, оказания поддержки. И это должно быть впервые. И почему Тэквондо не является, не входит в состав нематериального наследия ЮНЕСКО, но я была, здесь было некое недопонимание. А процедура для того, чтобы войти в состав нематериального наследия ЮНЕСКО, конечно, очень сложная. И соответствующие институты и организации готовятся к этому, и наше министерство, и другие госагентства также, конечно, предлагают усилия по этой процедуре. Поэтому пока это и находится на стадии подготовки, если время придет, то при активной поддержке нашего правительства мы сделаем все возможное для того, чтобы Тэквондо вошло. А Ширым и Тэквон уже вошли в этот список, а Тэквондо тоже когда-нибудь сможет войти в этот список нематериального наследия ЮНЕСКО. И это и есть оптимальная модель для распространения корейской культурной волны. Об этом рассказали много. А в нашем министерстве также так считают. То есть Тэквондо играет основную роль при распространении нашей культурной волны. И в качестве социзаний, в качестве вида спорта Тэквондо должен играть свою роль. А далее Тэквондо должно распространяться в качестве корейского контента. Вот по этим двум трекам мы будем оказывать поддержку Тэквондо. Тэквондо, и как вы сказали, комплексная платформа, корейский культурный центр, но это не в моих руках. Но все-таки этими вопросами наше министерство должно заниматься. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь ко мне или активно продвигайте свои предложения. Спасибо. Спасибо вам. У вас есть слово для дополнения? Подумайте. Профессор Канн. Спасибо за высказывание. Мне нечего дополнить. Наш институт иностранных языков в Хангкок, мы хорошо преподаем иностранный язык. Поэтому для того, чтобы распространять Тэквондо за рубежом и чтобы выйти с косметикой на зарубежный рынок, мы подготовим лучших специалистов со знанием иностранного языка. Все, на этом заканчиваю свои слова. Как я уже рассказал про корейский культурный центр. И вот далее, если подумать по этому курсу, то это, может быть, односторонние каналы для распространения нашей культуры. Поэтому я думаю, что очень важно обеспечить многосторонность, взаимность. То есть, сегодня утром я на Ютубе смотрел первую сессию, и представитель из Узбекистана сказал, что Узбекистан думает над открытием культурного центра. Это позитивно считается. Я думаю, что насколько мы делаем для этих стран, то столько эти страны ответят на нас, на наши предложения. Спасибо. Спасибо. Очень сказали важные слова. Мы говорим, что нужно строить сотрудничество на основе взаимных сотрудничества, обменов. Но в основном очень часто продвигаем односторонние сотрудничества. То какие системы могут быть подготовлены для двухсторонних обменов? Если мы будем продвигать обмены со странами Центральной Азии, то они также должны нам давать для обмена своей культурой. Но из-за экономических условий у них не получается. Это также со странами АSEAN. Поэтому, что касается АSEAN, то на площади Гуангамон есть центр Корейской Азии АSEAN, а также есть культурный центр АSEAN. Центр Кореи АSEAN был основан на основе Котра для того, чтобы продвигать корейский бизнес за рубеж. А страны АSEAN, поскольку у них слабая экономика, у них плохо получилось принимать Корею. Поэтому мы создали платформу, чтобы мы сами создали такой закон, чтобы помочь странам АSEAN. Поэтому в зависимости от условий той или иной страны мы должны основать организацию корейскую в странах Центральной Азии. И мы сейчас оказываем такую поддержку для распространения корейской культуры. А также в Пусане находится Центр культуры Пусане. Поэтому мы должны по инициативе Кореи за корейские финансы, может быть, нам было бы хорошо открыть такие центры культуры. Господин Чонг, у вас есть что добавить? Да, я вспомнила об одном. У нас есть Никта. Это Мексика, Индонезия, Корея, Турция, Ассуэль. И эти страны вместе намерены продвигать различные мероприятия. Я думаю, хорошо бы применить такую концепцию и со странами Центральной Азии. Если есть какие-то собрания стран мира, то, может быть, потихоньку продвигать такие мероприятия, было бы хорошо. Спасибо за ваше мнение. Господин Цо. Прежде всего, очень рад тому, что услышали хорошее ценное мнение на тему Тэквондо. И я думаю, что, я надеюсь, что Тэквондо не только ограничивается на территориях стран Центральной Азии, но еще расширится, распространится на основе поддержки наших государственных министерств и ведомств. И у меня одна просьба. И парадигма поддержки должна изменяться, во многом изменяться. Потому что в 70-е, 80-е, 90-е годы, когда мы думаем о Тэквондо, то мы в одностороннем порядке распространяли Тэквондо. И вот такая точка зрения до сих пор остается. Но во всем мире, в странах, во многих странах есть Тэквондистов, которые имеют больше 9 дан. Но Корея все-таки обладает или имеет такую гордость, что мы отправляем такие команды. А мы должны изменить такую парадигму, что на основе Тэквондо не только мы защищаем Тэквондо на Олимпиаде, а все страны мира должны защитить наш Тэквондо. Тогда, если Тэквондо не будет основного вида спорта на Олимпиаде, то это будет большая беда. И мы в этом не очень хорошо работаем, я так думаю. А Всемирная Федерация Тэквондо есть в Корее, а мы как страна, где произошло Тэквондо, мы должны в долгосрочной перспективе работать так, чтобы наша страна имеет некую главную роль в развитии Тэквондо. Спасибо. Господин Йонг Хун, может, вы что-то добавите? Поскольку тема медицины очень мало обсуждается, как сказал господин Пак, при медтуризме очень трудности вызывают визовые проблемы, в частности, страны Центральной Азии, у них очень шепетильные вопросы по визам. Поэтому именно индустрия и медтуризм имеют очень высокую добавление стоимости и большой потенциал. И поэтому, если бы поддерживались и институциональные вопросы, то, я думаю, было бы хорошо. Спасибо за внимание. Господин У, хотите что-то добавить? Госпожа У, да, я хотела бы выразить благодарность на тему Тэквондо. Спасибо за открытие форума на тему Тэквондо. И как же сказал директор СО, мы должны думать так, что мы не выше других стран, а мы должны сделать так, чтобы весь остальной мир любил наше Тэквондо. Поэтому я, поскольку я тут работаю, я хорошо понимаю, насколько Тэквондо любит мир, весь мир. И когда я получаю документы от дипломатических представительств за рубежом, то я это хорошо чувствую. И, конечно, мы должны разработать политику в отношении всего мира, но мы должны еще подумать о меры по поддержке в отношении стран Центральной Азии. Спасибо. Профессор Ганг, я дала несколько предложений и хотела добавить. Нужно создать контент с Тэквондо, а также представление, создавать такие культуры представления Тэквондо. Как было сказано, что команда демонстрации Тэквондо участвовала на программе American Got Talent, поэтому это является одним из видов представительных искусств. А также, что касается вопроса вхождения в список ЮНЕСКО, культурного наследия, я думаю, что его он скоро станет, войдет в список наследия ЮНЕСКО. Спасибо. Я бы хотела задать один вопрос господину СО. Что касается Тэквондо, то уже налажен хороший обмен Тэквондо. Что даже удивительно, что в Олимпийских играх по Тэквондо выигрывают Тэквондисты не только Кореи, но и других стран. Хотя Тэквондо это культура, но это культура в другой области по сравнению с музыкой и кино. Как вы думаете, как Тэквондо можно применить в обмене, например, в туризме, в медицине, например, в вопросах раскопки древних культур? Как вы думаете, как Тэквондо можно связать, как можно связать хороший пример Тэквондо с другими направлениями? Какой совет вы можете дать, как применить ваш опыт? Я могу вспомнить следующее. Когда я работал в консульстве США, очень много Тэквондистов в США, в университете Бакли, там очень сильный Тэквондо факультет, несколько десятков Тэквондистов из различных университетов, открывают соревнования. И я спросил один из родителей, участников Тэквондистов, я спросил, зачем вы научили Тэквондо вашего ребенка? У него стало хорошее отношение ко всему, он стал заботиться о членах семьи. И я понял, что Тэквондо учит, значит, воспитывая человека, поэтому родители предпочитают отправлять детей к Тэквондо. Поэтому воспитанность, уважение, все такие ценности учат Тэквондо. Может быть, обмениваясь с другими странами из Центральной Азии, может быть, Тэквондо помогает нам в этом. Как вы думаете, генеральный директор Федерации Тэквондо, какие советы вы можете дать? У меня нет такой проницательности, чтобы дать вам советы, но у меня был пропущенный слайд при презентации, и когда мы говорим о поддержке развития Тэквондо, есть два трека. Первый – это Тэквондо, это есть цель, а второй Тэквондо – это метод, способ или… Когда Тэквондо – это цель, нужно расширить базу, основу или количество Тэквондистов и укрепление компетентности Федерации. И когда мы смотрим Тэквондо как способ или метод, это, к примеру, можно произвести вот программы по обучению Тэквондо переселенцев, выходцев. И когда мы ведем такие программы, у них относительно больше времени, и Тэквондо не хватает для них, поэтому тут есть еще недостаточности в медицине, поэтому программы должны охватить все сферы. Вот в чем мы нуждаемся, то есть когда Тэквондо – цель, таких проблем нет. А когда Тэквондо – способ, когда мы обучаем вот таких людей Тэквондо, то можно еще сочетать Тэквондо с другими сферами. Спасибо. Спасибо. У меня появилась одна идея. Может быть, я неправильно понял. Тэквондо в коммерческих целях не проводится. Может, поэтому он играет такую важную роль. Если мы будем ставить вперед экономические цели, то это будет только закончиться одноразовыми. Я думаю, может быть, именно такой ценностями Тэквондо. Если среди вас есть еще кто хотел бы сказать. Да, я тоже, услышав ваше высказывание, вспомнил одно – культурная односторонность или взаимные обмены. А я думаю, когда будут активизированы туристические обмены, то тогда будет налажен людской обмен. Тогда мы со стороны Центральной Азии, мы сможем, я думаю, было бы хорошо наладить обмены в области здоровья. Также для этого было бы хорошо наладить визовые режимы со странами Центральной Азии, а также со стороны Федерации или Минспорта Кореи. Было бы хорошо, если бы применить Тэквондо в качестве средств культуры обмена, то и на своем опыте я мог понять, что у команды демонстрации Тэквондо, у них бюджет очень небольшой. Было бы хорошо, если бы им позволили объезжать больше стран мира, увеличив им бюджет, потому что роль команды демонстрации Тэквондо очень большой, поэтому было бы хорошо предоставить им больше бюджета. Также с фондом мы продвигали проект для работы с Тайванем. В Тайване мы знаем сеть мастеров Тэквондо, но адрес телефона этих мастеров были не контролированы систематично, поскольку очень сильно делятся на различные группы Тэквондо, поэтому если бы было хорошо контролировать систему мастеров Тэквондо, если бы это контролировалось, было бы хорошо в налаживании последующих обменов. Спасибо за слово. Позвольте, я заключу нашу сессию. В прошлом году на первом форуме «Культура и стратегии Кореи и северных стран» было написано следующее. Кореи во всем мире хорошо знают кей-поп, кей-культуру, но плохо знают о Корее и о истории Кореи. Если посмотрим на туристов из Китая, то можно понять это. Они хорошо знают актеров, певцов Кореи, но приехав в Корею, они плохо знают о корейской истории, они даже не заинтересованы в этом и не посещают места исторические. Поэтому, может быть, при обмене со странами Центральной Азии, может быть, конечно, очень важен Тэквондо, но мы продвигаем сотрудничество в различных областях, но очень важно помнить корень культуры. Я думаю, именно этим является история и язык. Поэтому, я думаю, научные круги или правительственные органы было бы хорошо, если и заточились на распространении истории языка Кореи. Поэтому распространение корейского языка, я знаю, что продвигаются различные программы для этого. Но я думаю, очень важно менять восприятие к стране через историю языка, и только через обмены можно добиться изменения таких восприятий. А также на прошлом форуме обсуждались такие вопросы, как замечались проблемой того, что обмены ведутся на уровне экспертов. Поэтому мы заметили необходимость проведения различных увеличений онлайн форматов обмена. Например, видеоконтент в мокбанг корейский, как кто-то готовит или ест, очень пользуется большой популярностью на ютубе среди иностранцев. Поэтому, я думаю, можно начать культурный обмен именно таким популярным контентом, я думаю, один из хороших методов. Хочу также в заключении сказать, что было сказано из сегодняшнего форума в первой части, о том, что нужно, что культурный обмен должен быть взаимным, двухсторонним. А также нам нужно быть толерантным к культурам других стран, а также нужно найти конкретные меры для укрепления инклюзивности других культур. Нам нужно стремиться к всеобщим ценностям и добиться культурных обменов. Сегодня мы много обсуждали тэквондо, нам рассказали успешный пример распространения тэквондо. Поэтому я думаю, что я надеюсь, что каждый из вас подумает и проанализирует, в чем заключался успех распространения тэквондо и как можно применить его в каждом направлении. Я благодарен за обмен хорошим примером распространения. Спасибо всем участникам. На этом позвольте закончу наш круглый стол. Спасибо. 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 Спасибо.